Ну вот я вам честно скажу, джентльмены, леди, я такого от ВВ Путина не ожидал. Он меня шокировал, просто шокировал. Я не думал, что такое возможно. Честно вам скажу, как так? ВВ! Это просто... Ну, сейчас такой век, да, мы же все понимаем, цифровые технологии, нано. Технологии, я не знаю, там Джеймс Уэбба уже отправили на орбиту, чтобы он смотрел дальние просторы космоса. И тут такое, господи, боже мой, ну неужели? Приветствую вас, друзья, с вами Сула. Сегодня мы поговорим просто о событии, которые выходят за все рамки последних нескольких, я не знаю, месяцев. Так будет правильно, нескольких месяцев, наверное. Да, может быть, даже и лет. Но это просто, Вася, вот так вот. Поехали. Итак, извините, пожалуйста, меня, друзья, сразу же за мою эту иронию небольшую, да, по отношению к ВВ Путину. Что я хочу сказать, вы все в курсе, да, что сейчас наш президент, Касамжомар Кемилевич Токаев, прибыл, находится до сих пор, по-моему, если не ошибаюсь, с визитом официальным в Российской Федерации, в Москве, если не ошибаюсь, где у него прошла встреча с господином Путиным, президентом Российской Федерации. Это во-первых. И там был принят один документ, да. Но прежде, прежде чем мы перейдем к этому важному документу, некоторые считают его важным, я считаю его, само собой, разумеющимся. Вот честно вам скажу. Давайте посмотрим этот небольшой 5-секундный ролик. Если вы стоите, я прошу вас присесть. Потому что это просто бомба. То, что сделал ВВ Путин, это... Вася, это просто нереальная тема. Смотрим. Уважаемый Касамжомар Кемилевич, уважаемые коллеги, друзья. Господи, Касамжомар Кемилевич, ну неужели, господин Путин, вы запомнили имя моего президента? Не прошло и столетия, не прошло и десятилетия. У меня были надежды, конечно, но так быстро вы выучили его имя. Имя моего президента. Касамжомар Кемилевич, блин, господи, что происходит? Я-то думаю, что дубак такой в Алма-Ате нереальный? Так вот оно что. Президент Российской Федерации выучил имя, отчество. Моего президента. Вот такая вот новость. Я слышал, мне кто-то присылал куда-то, я вот точно не помню, где это я видел, что был подписан документ о уважении, что ли, взаимном уважении событий Великой Отечественной войны, ее исторических событий, да, о том, что вот кто начал ее, чем она закончилась, когда она началась, да, кто победил. И многие сейчас и в Казахстане тоже, кстати говоря, выступают активно, непонятную активность проявляют к этим историческим событиям. Лично я считаю так. Да, конечно же. Если бы не Западный фронт, который был открыт очень-очень поздно, Советский Союз одолел бы фашистскую Германию позже, не в мае 45-го. Возможно, на пару лет позже. Но Советский Союз все равно одержал бы победу. Я в этом уверен. Если бы Западный фронт открылся бы раньше, возможно, один из моих дедушек не погиб бы на этой Великой Отечественной войне. А второй мой дедушка, возможно, не демобилизовался бы с ранением. Понимаете, да? Возможно, эта война бы окончилась гораздо раньше и погибло бы гораздо меньше наших аташек и опашек. Я в этом тоже уверен. Мы, мои предки, от армии не косили. Мы воевали за Советский Союз, за Казахстан, не за Россию, за Советский Союз. Я это тоже подчеркиваю. Тогда было такое время, тогда была такая идеология, вот. Но и память наших предков, их подвиг, подвиг моих предков, в частности, я никогда не забуду. Вот так вот. Думайте, как хотите, рассуждайте, как хотите. Лично это война. Один мой дедушка по отцу погиб, по матери вернулся с ранением. Вот так. Так что не надо мне тут а-ля улюга, не гусей, как говорится. Вот так вот. Вы что думаете, друзья, на это все? Рады ли вы за то, что наконец ВВ Путин заполнил имя и фамилия нашего президента? Напишите ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока. Салам алейкум. Аливердарчи. Субтитры сделал DimaTorzok